так ребят всем привет сегодня мы начинаем заниматься санта-фе но перед этим я вчера ролики показывал как мы делали nissan альмера вот сейчас я вам покажу как вот ее покрасили сейчас ее надо собрать я отдать потом заняться уже санта-фе вот она ребят стоит покрашена машинку уже стоит бампер капот мы покрасили сделали переходик есть у нас небольшой подтек мы его уберем внизу здесь тоже все покрасили усилитель крыло сейчас будем распаковывать ее все и уже будем собирать вот как-то так все у нас запчасти есть на нее все привезли вот сейчас я соберу ее и уже сходкую как она уже в сборе будет все стоять все отклеили с машины вот у нас как бампер получился сама машинка я и начал собирать все запчасти лежат пару поставил сейчас будем бампер фары так далее все собирать ее все лежит как она у нас принципе нормально получилось сейчас заполируем еще и все будет год а вот мы собрали еще не до конца сейчас чуть-чуть до соберем еще не хватает много всяких фишечек вот на эту фару они все были сломаны пистончиков много куда не хватает вот здесь не хватает здесь здесь да повсюду их не хватает их еще не привезли вот это у нас такая вот пластмасс очка все думал болен откуда она хера не понимал она у нас здесь стоит вот он там туда подходит но так вот принципе так все сделано салон они тоже будут скорее всего дело там уже здесь подушки выстрелили вот как то так nissan я собрал насколько можно и возможно остальное там надо фишки всякие для фары покупать уже и пистонов много не хватает чтобы закрепить бампер там много пластмассы всяких вот когда привезут тогда уже сда соберем но в принципе я и все показал вам снимать то я уже не буду себе мы ее соберем и уже отдадим решетку еще надо по переднюю поставить ну и заполировать все по сути больше делов у нее нету сейчас уже будем заниматься санта-фе вот у нас само санта-фе стоит крыло мы уже поставили но надо вытягивать здесь вытянуть потому что вот этот кронштейн он ушел назад после удара поэтому крыло с дырками не совпадает вот как видите и здесь он тоже не доходит вот сколько а там уже впритык вот надо будет этот лонжерончик крыло от этого надо будет сюда выпрямить также внизу надо будет то же самое вот здесь вытягивать это мы сейчас подгоним к стоплю и уже вытянем не вот этот угол тоже самое вытянуть на и все потом будем примерять бампер и капот надо будет зашкурить вышкурить его вот этот кантик сделать здесь также моего вмятина была выпрямили и вот осталось нам вот это все зашкурить вышкурить кантик сделать более менее ровную поверхность и все здесь конечно хозяин сказал то что ну здесь уже короче видно будет ремонт капота можно конечно сделать но слишком геморрой на будет здесь это заниматься тут уже все отвалилось куска нету и так далее поэтому делаем сверху более-менее ровную поверхность выравниваем сейчас поставим бампер будем выравнивать по бамперу потому что это все равно еще надо будет подгибать сюда чуть на вынос как вот здесь сделать полукруглую но это надо поставить сначала бампер так собираем бампер вот она новый на сантаффе пришел вот так по таким запчастям вот это у нас отдельно рамка такая она вот у нас вставляется вот так получается будет у нас стоять ну и с той стороны также здесь у нас там поворотники габариты и так далее вставляется все здесь у нас в принципе довольно аккуратно здесь каждая есть свои такие защелочки плюс саморезики такие всякие места свои и тут принципе легко вставляешь вот так и защелкиваешь потихонечку здесь и вот так сейчас будем делать одной рукой просто неудобно так собираем этот из бамперов из бамперов мозаику всякую ужас блин вот у нас бампер от сантафе вот разбираем сморезов тут ужас блин куча смотрим чё не поломано разбираем так ребят собрали мы хундай собираем потихонечку выровняли капот зашпаклевали часа выровняем все до конца кантики все сделаем и на покрасочку также бампер вот поставили у нас крылом все подходит все закрывается и так далее вот еще и по мелочи надо будет собирать его еще отправили и по деталям красить здесь мы уже все заделали вот как у нас получилось загрунтовали заварили сами у нас детали он лежит капот покрасили мы бампер бампер у нас и сам капот капот и крыло вот оно крыло на капотик выровняли его кантики все сделали которые нужно и загрунтовали после грунта будем красить уже как-то так сама машинка пока разобраны до соберем ее все покрасим и можно будет отдавать всем привет ребят сегодня будем красить хундайку которые разбирали сантафе я сейчас пока ее готовит по красочке делаю я солярис там у нее крыло под замятой и дверка немного там не очень много вот я сейчас вышкурил надо будет загрунтовать и переходиками покрасить я вам сейчас так покажу визуально афы пока разобрана вчера я вам показывал загрунтовали мы багажник а и капот загрунтовали мы капот бампер и крыло вот и стойку осталось покрасить замыть и покрасить и все и машинку можно собирать бампер там состоит из трех частей вообще ужас его собирать нам собрать аккуратно чтобы не поцарапать все короче сделано из соплей все сейчас я вам покажу солярис что есть делал ну вот как-то она получается так замята у нас было крыло вот здесь немного и здесь тоже замята вчера все выровнял принципе это небольшая работа но все же работа вот и нужно будет покрасить покрасим переходиком крыло и также дверь здесь у нас ну как покрасит и я покажу сегодня тоже должны загрунтовать сейчас я еще чуть-чуть подшкурю вот и уже будем мы грунтовать вчера ребят показывал крыло и сам у нас капот его кантики все сделали зашпаклевали все выровняли загрунтовали сегодня замоем и будем красить также и внизу мы также сделали тоже выровняли все более-менее сделаны ну и крыло выгнули мы вот это заметный усилитель здесь тоже выровняли подтянули есть вот специальные прибамбасы вот здесь две шпильки вот как здесь у нас две шпильки их обломала естественно вот надо сейчас две шпильки приварить сюда две шпильки приварить и обварить ее здесь вот чуть-чуть там уж когда выгибал железо естественно чуть-чуть порвалось вот этот угол мы тоже выпрямили обратно сюда он был там загнут сильно сейчас мы зашкорим и приварим сюда две шпильки ну и здесь обварим и все в принципе и вот и ждем покрасочные детали потом собираем заново так все сделали приварили вот у нас здесь сделали и здесь вот заварили ну и 2 здесь мы зашкурим еще здесь сейчас тоже чуть зашкурим потом все замажем герметик положим и будет как новое ну и все вот как то так ребят покрасили мы хундай покрасили капот крыло бампер и ну и так по мелочевки вот сегодня я его собираю сейчас покажу что мы покрасили как получилось и будем собирать вот у нас капот сам бампер там крыло лежит и от бампера у нас такие причин дал всякие и вот он стоит сегодня будем собирать а сейчас его вот у нас бампер такой покрашен тут у нас он крыло ну и сам капот сейчас я скотч убираю и будем собирать машинку вот ребят собирать сам бампер он в таком состоянии его короче надо собирать из четырех частей сейчас буду собирать и наконец нему покажусь получится просто неудобно будет 1 мы сейчас собирать вот и грубо говоря он состоит из трех частей каждая часть он и болтается как сопля весь его надо там защелкнуть потом там зал щелкнуть руки не достает он широкий короче ужас вот сейчас будем пробовать самого чтобы не поцарапать его я постелил такую пупырку чтобы не поцарапать его сейчас положу и буду собирать потихоньку вот сейчас как будут собирать если получится ребята я сниму вам покажу как он там собирается был тут получается у нас вот сам бампер вот это нижняя часть она тоже идет отдельно все на защелках тут он весь болтается вот так как сопля весь его неудобно будет собирать и те которые черные штучки вам показывал здесь они стоят их тоже надо будет собирать тоже неудобно все это плюс фары саморезов там в нем куча вообще вот это все с бампера вот это вот куча саморезов это с бампера ужас короче ну и сама решетка тоже там решетка вон еще лежит вот нужно будет как-то умудриться вот у нас эти получился от который биты был вот вот как получилось довольно все ровно и хорошо так ребята ну вот короче весь бампер но еще там по мелче вот из таких трех частей он состоит а стану как даже не из трех получается три вот это четыре и вот эта решетка 5 вот из таких частей он состоит надо его все аккуратно чтобы не поцарапать вставлять в пазы саморезами закручивать ну и короче так далее короче геморрой много кажется что не очень а на самом деле очень это нужно все сделать одному аккуратно что все защелкнул что все под подошло что все закрутилось и так далее так но прошло где-то минут 30 может чуть поменьше вот ну и вот я собрал бампер как вам получается его неудобно когда вот эти пихаешь сюда подставки такие вот то вот это все блин играет туда-сюда решетка все вот это вот вообще неудобно вот он как получился у нас сам бампер тебя будем дальше собирать будем так сейчас будем ставить фару такие у нас это как у них барит нет меня получается вот новая фара вот сейчас будем вставлять их и прикручивать собираем ребят далее поставили мою фару тут конечно опять же раз два три 4 5 6 7 7 8 8 саморезов 9 даже 9 саморезов ужас что вот это ток половинка держал счета осталось так тихонечку собираем собрали мы бампер еще не до конца но уже почти подходит вот и машину собираем уже осталось решетку поставить бампер и капот фары поставил уже крыло поставил всякие защелочки вот такие вот там и куча ну и как то так сейчас будем до конца все собирать ты собрал как у нас получается бампер стоит сейчас капот накинем и будем уже ее собирать до конца и отдавать так ребят сделали мы хундайку покрасили все поставили на этом хундайка закончена работа с ней тоже закончена вот ну и в принципе все всем спасибо за просмотр всем пока